друзья всем доброе утро на часах у нас 531 по местному до места у нас 161 километра и как видите по карте я стою на заправочке лукойл правда что-то он меня уже нарисовал что я на дороге хотя дорога у нас еще находится в 50 метрах от места стояночки да мы уже свердловской области я немножко не показал момент заезда зато зато мы опять на том же самом уголе где всегда есть места потому что как видите здесь да редко встретишь на лукойле площадку именно грунтовку я не думаю что здесь был когда-то асфальт его продавили хотя все может быть давайте будем потихоньку выбираться выбираться придется немного задом и хотя впереди немного осталось 160 километров но прибытие пишет без 7 минут 8 по местному я должен приехать в 9 10 край то есть пока все идет по плану кроме кроме отдыха отдохнул я сегодня четыре с половиной часа ну достаточно чтобы подзарядить батарейки и даже пожертвовал завтраком приеду в девять часов это по местному а в семь часов по москве это как раз думаю время завтрака я и совмещу полезное с приятным как говорится поскольку можно было бы и здесь конечно позавтракать но вся беда в том что я не знаю сделали сделали ли съезд с якада дублер сибирского тракта вот в чем беда не придется ли мне там опять выписывать пируэты наверное придется или же махнуть сразу по старой объездной что займет гораздо больше времени это вот он мне рисует километраж через сам город через город даже не по новому участку по якада на через сам город порт и смотрите друзья по моему снежок идет да вот здесь вроде и на стекле появились капельки а за бортом интересно за бортом показывает один градус тепла но это как я говорю в кабина нагрелась сейчас мы дорогой поедем и он нам покажет реальную температуру но не может снег идти при плюсовой температуре хотя почему не может может еще как может я даже знаю что здесь на среднем урале здесь даже дождь может идти в минус 8 это я вот сам ехал и смотрел по градусник правда я еще тогда шел на дафе я даже корка и льда начинал затягиваться стекло включаешь весь обдув на стекло и то он еле-еле начинает оттаивать да показывает мне что внимание гололед уже 0 5 градусов и сейчас я думаю что мы пойдем по трассе вот наш знакомый указатель до екатеринбурга 125 километров здесь я уже в прошлый рейс показывал небольшой видео обзор но тогда мы трогались отсюда уже было светло а сейчас сейчас если по москве 3 36 то по местному 5 5 5 36 пол шестого утра и на календаре у нас 23 октября смотрите как уже время светлое время уменьшилось с погреем немного ходовую давай мелкие обходи я думал я один не сплю оказывается еще кто-то не спит с утра поприветствовал поблагодарил за то что ему уступил дорогу хотя здесь большому счету две полосы я просто шел по своей крайне их мышонок перебежал и мышки не спят и мишки не спят как то что делать а что делать друзья до вчера я не показал момент заезда честно говоря посчитал по километражу прошел 1220 где-то километров плюс-минус я уж до километров не высчитывал то есть тяжеловато конечно тяжеловато за один заход но для кого-то для кого-то я знаю таких людей если он 1200 за сутки не проходит он считает что он день прожил впустую то есть он не не отработал свой план для меня честно говоря тяжеловат поэтому я вчера уже не на автопилоте конечно заходил но под уставший голос вялый я уже думаю нет ладно мы я лучше завтра с утречка взбодрюсь высплюсь немного и и мы продолжим наше путешествие уже на позитивчике снежок легкий но его практически даже не видно так вот когда вы езжали вроде на обочине лежал нет вот уже проехали смотрите сколько мы километр 20 градусов в минус не уходит 00 дорожка сухая а это радует значит должны мы доехать без проблем единственное что проблема это вот съезд сегада на дублер сибирского тракта друзья на триста двадцать пятом километре мы дошли до развилки на первоуральск и я повод традиции уже передаю привет всем своим подписчикам благодарю их за добрые комментарии передаю эстафету добра от подписчиков других городов и стран друзья живите на позитиве делитесь хорошим настроением с утра и поверьте день у вас получится добежали мы и до гига да но сегодня я не поворачиваю на тюмень по новой по новому участку потому что там не сделали съезд на дублер сибирского тракта я проложил маршрут по старые по старому участку гига да и по времени посмотрел ничего я не теряю прибытие у меня по-прежнему 7 часов 58 минут это то есть запасом получается в час двенадцать один час двенадцать минут так что поедем мы сегодня немножко другим путем точнее уже старым проверенным единственное что дорога там двухсторонка с одной полосой в каждом направлении и может получиться так что станешь за каким-нибудь тихоходом и время растает как белый снег сегодня он вроде немножко немножко я даже не знаю как тут сказать такими одиночными снежинками пролетает видно на обочинах тоже что выпало немножко осадков каких-нибудь два миллиметра а в целом погодка сухая и морозные так с нуля на 0 5 со знаком минус упала температура но это принципе ни о чем и и сейчас мы с вами прокатимся по тому участку который уже скоро многие забудут поскольку как только до конца откроет участок где у нас еще делают съезд на горбатый мост точнее с горбатого моста съезд делают и съезд делают с ягода дублер сибирского тракта как только там закончат работы я думаю что весь основной поток который идет на тюмень он весь пойдет там ну а сегодня мы едем здесь так чтобы не забыть вот этот участок конечно тут две причины то чтобы сделать небольшую экскурсию и в то же время чтобы не было заморочек по съезду потому что там все равно надо будет или же нарушать правила как я в прошлый раз сделал съезжал но это опасно там во первых такой перекресток неудобный под правую сторону да еще и съезд неровный там ямины а мы сегодня идем с тяжелым грузом и чтобы чтобы не подвергать опасности других участников движения не поломать спойлеры на машине мы там не поедем дождемся когда уж его откроют сегодня у нас воскресенье так что я думаю здесь вот по этому участку по северному обходу движение будет и сильные неплотные к тому же у меня сусанин сейчас предложил мне три варианта когда я подъезжал и году он мне предложил прямо в город пройти потом уйти по по южному направлению и третий по северному то есть я посмотрел здесь еще даже получается на три минуты быстрее и 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 Продолжение следует... 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 А здесь вот мы уже видим три здания Близнеца, три высоточки, и я пользуюсь случаем передаю привет всему Екатеринбургу, самые добрые пожелания, отдельный привет передаю Олегу, который свозил меня в музей военной техники. Также отдельный привет Альберту, кто помог мне сделать экскурсию по Екатеринбургу, и отдельный привет Анатолию, который поставил мне сюда моего трудягу автономку. Мне многие задают вопрос, что случилось со штатной, а штатная здесь у нас стоял только мокрый фен. Мокрый фен это для обогрева кабины и для обогрева двигателя, там две функции он выполнял. Но сухой фен он более экономичный и быстрее разогревает, меньше тянет питание из аккумулятора и естественно меньше расходует дистоплива на отопление кабины. Поэтому в нашем исполнении сухого фена не было заводского, он дорогущий, если брать его в той комплектации, в какой он есть. У нас немножко другая эконом-класс комплектация была. Вот я не понимаю людей, для чего ехать справа, если есть возможность обойти слева. Нет, надо... Вот такой проехал новогодний елочка. Нет, надо нарушать правила по обочине шпарит. Вот, вроде бы, хвост небольшой, но, я говорю, едет у нас 009 на ладе. Не торопится. Главное, сейчас будет возможность. Обойдем. Где-то, конечно, с 20-кой так быстро не объедешь. Но здесь московский вариант езды. Прочертили полосу на обочине, а что ей пустовать, да, если можно ехать, и полетели. Здесь вот смотрю, в поле какие-то дорожки проложили. Непонятно для чего. Пока непонятно для чего. Здесь будет строиться площадка какая-то. Да. Щебень уже завезен. До съезда нам осталось буквально 7 километров, так что не будем мы обгонять. Здесь тихохода идет мелкий потихоньку, и пусть идет. Вот здесь полуповорот. Начнешь обгонять, а он еще прибавит газу, как обычно. Ладно, мы уж не так и медленно идем, почти 80. До съезда остается уже 3 километра, и мы только что прошли развязку. Как раз здесь поворот на ТЭЦ был. И вот если бы я пошел по той стороне, по новому участку Якада, то мне пришлось бы, чтобы не нарушая правил дорожного движения, ехать сюда еще 3 километра, в эту сторону, в сторону Тагила. И на этой развязке раскручиваться, возвращаясь обратно. То есть плюс еще 6 километров. Что, в принципе, не так много. А здесь я уже как иду, по ходу, мне не надо никаких выписывать. Рисовать бабочек, выписывать развороты. Едем и едем, и главное, по времени успеваем. Успеваем. Теперь осталось вот этот узкий участок добежать. Мы даже уже раньше графика идем. Уже 7.53 еще на 2 минуты сократили. Вообще красота. Сейчас приедем уже на месте. Позавтракаем. Умыться я уже умылся, водную процедуру сделал. Так что чувствую себя бодренько. Чего и вам желаю. Главное, проснулись, потянулись, улыбнулись, сделали зарядочку. И день, считайте, уже удался. Хорошее настроение всегда помогает провести время с удовольствием. Даже несмотря на то, что в воскресный день приходится поработать. Вот, смотрите, уже развязка-то какая здесь. А может уже там съезд-то и сделали, хотя вряд ли я навигатор точку ставил, там точку пути, чтобы он меня по новому отрезку ввел. Но он на Кольцовском тракте меня разворачивал. Разворачивал выходить на сибирский тракт. Не на дублер, а на сибирский тракт, который идет немножко параллельно. А сейчас я вам покажу участок, где мне в прошлый раз пришлось переезжать. Вот здесь. Да, тут как бы он и плавный, но ты пересекаешь сразу два направления поперек, что небезопасно. А сейчас мы уже ничего не пересекаем, едем по своей полосе. И голова у нас ни о чем не болит. Сейчас мы с вами как раз посмотрим, на какой стадии строительства у нас новая развязка. Так, здесь-то заезд есть на мост. И мы уже видели с вами, что и съезд был. А вот тут нет еще пока. Да, подушку засыпали. Но до асфальта еще дело не дошло. Я думаю, уже это дело времени. И к следующему моему сюда приезду мы уже прокатимся полностью по новому участку Якада, по новому Горбатому мосту и по новому съезду сюда на дублер сибирского тракта. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»